Всем привет! Сегодня готовим суп канья по-кубински. Для этого нам нужна курица, обязательно. Здесь я сделал небольшие отступления от традиционного рецепта, буквально небольшие. Я ее не буду варить, я ее просто сначала обжарю, чтобы она была более яркой, потому что курица сейчас выращивается до таких свинячьих размеров, там, за два месяца, и она практически, ну, без приправ, она очень, так скажем, безвкусная. По сравнению с теми курицами, когда, знаете, тогда, в те времена, когда они еще росли не за два месяца, а за год хотя бы до этих размеров, и нагуливали. Поэтому я сделал приправу для курицы, просто буквально за час ее так обвалял, замариновал, там, там перец, немножко соли. То, что в каждом магазине продается буквально приправа для курицы, немного по вкусу. Пока я дальше рассказываю, что у нас будет, какие у нас будут ингредиенты, я ее поставлю на плиту, чтобы она уже начинала обжариваться. Прямо на активный огонь, без масла особо, чтобы она обжарилась корка, чтобы корка появилась. Нам нужно это очень нужно. Так, вот в этой сковородке мы будем тушить все наши овощи. Для этого, для кубинского супа канье нам нужно 4 перца, 4 классных помидорки, вот такая гигантская морковь прямо. Самая большая морковь за всю историю программы 500 супов на сегодняшний день. Одна, стандартная, ну такая, выше среднего, луковица. Остренький перец, все-таки куба. Зеленый лук, подсолнечное масло и рис. Рис я 8 раз промыл под холодной водой. Можно еще раз промыть, он вообще будет тогда, можно будет пить эту воду, если чай заваривать. Вот, вот это все, а вот эта соль, просто костромская соль четверговая, она стоит для красоты, вот пусть стоит. Мне она нравится. Тут ложка красивая такая деревенская, соль четверговая. Так, ну что, я рис в кипящую воду, чуть-чуть подсоленая кипящая вода. Уже даже корочка появилась, как активно мы начали обжаривать курицу. Чуть-чуть добавили подсолнечного масла, растительного, и она уже начинает прям обжариваться. Если у вас курица не бролерная, не из птицефабрики, а домашняя, ну, сами знаете, посмотрите, может быть, не надо со специями, чуть-чуть так по вкусу уже регулируйте. Потому что, ну, как бы, они совершенно разные. Я помню, как-то мы ездили вот на Кубу и на пляже, там покупали шашлычки из этой, из неизброленной, вот прямо из домашней курицы. Ну, это же вообще, она такая у них была, как на углях сделана. Такой аромат просто бомбический. Они ничего туда не клали практически. Это уже наша забытая, советские, советские курицы, по сути дела, которые пасутся на лугу, как вместе, между коров, и имеют совершенно другие вкусовые характеристики. Вот. Я вот чуть-чуть вот так подсоленное здесь сделаю. Предварительный подсол и в кипящую воду взжаться коров, прям здесь такой раз. В общем, спокойно будет как основа у нашей. Помню, в 90-е годы, я когда был, у меня был киоск, несколько киосков, так скажем, сеть, как бы сказали, сеть киосков торговых. И мне первому в городе притащили Uncle Ben's. И я там, и сичуанские всякие разные соусы. Ох, я тогда жарил курицу всякую. Вот и карри, и кома карри, и всякие разные другие соусы именно для курицы. Я просто фанат. Любил тогда эту тему. У меня банок этих было пустых. Просто завалить. И полных, естественно. Ну, и все тогда еще в 90-е перепробовала. Сейчас вот, когда это делаю, обжариваю, сразу так вспоминаются те далекие времена. Вот, видите, какая красота. Ну что, пусть тогда она прожаривается. Надо закрыть крышкой. Ставим на мелкий огонь, чтобы она так прожарилась хорошенько. Ну, так пропарилась. Пока рис варится, нужно нарезать помидоры, перец, морковь, лук. И сюда вернемся. Все, погнали. Так. Так. Я вот так вот такими шинкую морковь по-кубински. Гаванские мастера меня научили, когда я по Гаване путешествовал. Бродил по Гаване. Кстати, можно ставить очень красивые видосы Гаваны. Конечно, интересный город. Вот мы там ходили даже на вечерние такие шоу. Люди танцуют, люди поют. Вообще класс. Люди ходят мимо, заглядывают в окна. Конечно, Алиса Алексеевна у нас занимаются спортивными бальными танцами. А там эти спортивные бальные танцы, это на каждом углу, можно сказать. Они танцуют вечерами. Интересно очень. Просто в ресторане, в кафе сидишь, а люди танцуют и поют. Так, ну что, я тогда ставлю вот эту штучку, лук и морковь, на огонь и буду продолжать нарезать вот эти продукты. Алексей Александрович, может, ты лучший какой-нибудь берешь? Где, на Кубе? Ну, да. Что-то подойдет. Ну, мало ли, вдруг ты хочешь, чтобы я тебе про Доминикану рассказал. Хорошо. Сейчас подожди, придумаю что-нибудь. Ну, вот, знаешь, что вспоминается? Вспоминается, как мы ездили еще в первый приезд с Ильиной Сергеевной, поехали в этот, в Тринидад. С Варадера поехали в Тринидад. И у нас там в программе посещения, ну, водитель наш говорит, давайте заедем в экзотический какой-то там ботанический сад. Ну, мы там с начала века, он там расположен, там, со всего нового света растения приезжаем, мы приезжаем, там, народу никого, просто никого вообще. И такие, мы в обед приехали, и такие все там работники вялые ходят, сонные, ну, где-то там они в тени сидят, ну, то есть еле-еле. Ну, в общем, короче, мы пока ходили, я им там с переводчиком, они, кстати, офицеры, водитель у нас был, гид. Он офицер, который служил у нас, учился у нас, и русский язык вообще обалденно знает. То есть, вообще, мы с ним разговаривали, очень здорово. Он переводил нам все, я говорю, давай организуем, ну, что никакие все это... В общем, устроили там нам и танцы, и шмансы. Музыка, под которую мы все это готовим, это как раз я взял в магазине в этом диск у музыкантов, которые там нас встречали. В конечном итоге, там весь этот дендрарий стоял там на ушах просто, и танцевали они нас, все провожали. И шоу все это обошлось с диском, мне что-то долларов, наверное, в 40, максимум в 50, там, с какими-то этими. То есть, ну, народ небогатый, а внутри Кубы он, ну, вообще... Вот этот интересный случай, запоминающийся, когда такой из сонного, из сонного этого ботанического сада, за недорого, как говорят, пришлось... Ну, можно было устроить праздник, и как бы пришлось это сделать, потому что, ну, он бы вообще тогда не запомнился. Интересно съездить в Санта-Клару, это уже горный район Кубы, там высота уже другая, там кофе растет и все прочее. Там похоронен Че Гевара, есть мавзолей, огромная площадь, памятник его, там проходят там парады Победы или другие какие-то парады юбилейные, в общем. И Санта-Клара интересный городок сам по себе, и вот это там основная достопримечательность. Были в Пинар-дель-Рио, родине Фиделя Кастры, на фабрике сигарных, на фермах, там, где сигары, табак выращивают, и на фабриках, там, где эти сигары делают, очень интересно. Ромовый завод тоже посещали, как в Гаване, так и в Пинар-дель-Рио. В общем, есть чего посмотреть на Кубе, и очень все интересно. Так что Куба и очень интересная страна, и надо ехать и посещать, но предварительно надо, конечно, почитать, посмотреть. Ну что, вот у нас обжариваются лук и морковь, значит, обжариваются курица. Вышел сок, бульон из нее, все четко, прямо. Сейчас он перемешается со специями, уйдет обратно. В общем, все, здесь надо убавить огонь. Сейчас придем сюда добавлять помидоры, перец, острый перец и зеленый лук прямо сюда сейчас пойдет. Пошли, погнали нарезать. Ну что, нарезаем помидоры. По-кубински? По-кубински тоже, кубиками. Так, ну что, давайте еще. Так, я пока вот один желтый перчик с помидорками загружу, сейчас будем доделывать это. Пошли туда, быстрее. Так, курица у нас готова, обжарилась. Теперь мы в кастрюлю с вареным рисом, вот так вот, будем ее выкладывать. Вот, смотрите, какая красота. Видите? И сок туда весь, специи, все туда выкладываем. Там немного масла подсолнечного. В основном это куриные все. Тема, смотрите, вот она, видите? Вот она, со специями, со всеми вкуснятиями. Хорошая сковородка мама подарила. Ничего не подгорело, все здорово. Уже такая похлебочка начала проявляться. Значит, курица, все, рис. Уже кубинская, у кубинцы бы уже слопали давным-давно. Ну что, нарезаем оставшийся перец. По-разному вот так вот. И все равно там порастворяться, поэтому практически там будет ничего не видно. Закладываем оставшийся перец в сковороду. Ну вот, замечательно. Сейчас еще осталось сюда порезать зеленый лук и острый перец. Тем временем у нас, что там у нас в кастрюле? Красота кипит, смотрите. Так, ну и какой кубинский суп без остренького? Вот такой вот маленький острый перчик возьмем. Разрезаем пополам. Раскрываем. И ложкой надо вытащить все семена пополам на четыре части тоже, чтобы по-кубински. Вот так вот. Красота. И нарезаем зеленый лук. Часть его, этого зеленого лука, мы заложим сразу же, а часть будем закладывать в качестве уже зелени в саму тарелочку. Так, ну что, пошли закладывать в сковородочку. Сейчас погнали. Ага, ох, как хорошо все тут кипит. Красный перец острый пошел, посмотрите. Оп, оп. Но он уже не такой острый, потому что я из него семечки вытащил, так я его. И зеленый лук пошел. Я решил весь зеленый лук туда забахать, потому что у меня еще есть зеленый лук, который я порежу уже в каждую тарелочку для красоты. Все, перемешиваем. Ух ты, красота какая. Надо это сделать для заставочки, снимать, ребята. Так, что я хочу сказать. Так как я много путешествую, много как-то вот интересуюсь кухней, люблю покушать, это по мне видно. И мне обидно стало, что то, что я вижу, я никак не могу никому рассказать, а выкладывать это в Инстаграм. Кстати, подпишитесь в Инстаграме, там тоже ссылка под видео. В Инстаграм выкладывать не всегда прилично. А когда я стал называться Шеф Шаров, вроде как бы это уже и можно выкладывать. Про еду, тему. Это уже как бы профессион де фуан называется. Вот такая вот история. Да, совсем забыл. Переходите по ссылке в описании, там есть генеральные партнеры, о которых я тоже отдельно скажу в нашем интервью. Вот так. Такая интрига будет. Вот посмотрите, все как красиво, а. Вы уже на заставке видели это все, конечно. Наши заставки, мы мастера заставок, у нас бомбические просто заставки. 500 супов, Шеф Шаров. Мы на это, прямо это наше хобби делать заставки. Мы и делаем это все ради заставок, можно сказать. Потому что красота. Это шутка. Смотрите, значит, вот здесь вот все кипит. Здесь чуть-чуть подразгоняю. И все выкладываю вот сюда. Вот раз. Посмотрите, какая красота. Вот так вот, как раз туда заходит. Вот так. Ну, кубинцы они такие. Они не жадны. Земля плодородная. Ананасы, бананы, папайи туда добавлять не будем. Бананьев нема, хлопцы. Ах, вот такая. У нас штучка получилась. Густой, настоящий кубинский суп. Ах, ну все. Оставляем доходить этот суп минут на 20-30. Приятно, когда сделаешь что-то необычное. Оно возьмет, да и получится. Задумаешь какую-нибудь историю. В данном случае кубинскую. Итак, кубинский суп, канья, по-кубински, естественно. Готов. Ну вот и пришел тот момент. Прямо интрига. Запах, конечно, вот как я и говорил, кто пробовал эти соусы. О, и вообще классно. Слушайте, ребята. Это божественно вообще какая-то. Я не знаю даже, что это такое. Я обычно такие слова на ветер не бросаю. Это какая-то вообще необычная вещь. И курица, обжаренная с этими специями, дают такое сочетание просто чудесное. Он кремовый получился, во-первых. Во-вторых, еще и зеленушечка, лук. И вот эти... Мы вообще не зря сделали, ребята, курицу вот в этих приправах. Замариновали, заранее обжарили. Ну прямо вообще с точку попали прямо. И курица там жарена вообще. Ребята, как хорошо, что мы это сделали. Ну у меня нет слов вообще даже. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Простите, что я вот так вот уж вас травлю тут едой и такой вкусно. И воспроизводите. Но зато подсказка обалденная. Вот я сам рад. Сегодняшний день, вот первый день, первой серии. Вот очередной съемочной серии у нас вот такая вот штука. А там на плите еще русский борщ варится. В скороварке. Это в одной закладке прямо. Все делается в одной закладке. И вот мы сейчас его будем успокаивать уже, доставать и тоже пробовать. Этот получился и тот получился. И вообще будет просто мы начнем эту серию с каких-то таких, можно сказать, великих открытий в области кулинарии. А уж про супы-то вообще я даже не говорю. Все, спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!